Владимир Владимирович, я вам предлагаю надеть масочку. Вы находитесь в помещении суда, в судебном заседании, в соответствии с правилами, утвержденными председателем суда. Лица, присутствующие в зале судебного заседания, братья, используют маски либо респираторы. Маску можно предоставить. В моем заявлении в Батвоте все четко написано. Все понятно, отказывайтесь. Я вам объявляю замечание за невыполнение распоряжения председателя, стоящего нарушения порядка в судебном заседании. Я могу возражение подать? Возражение не подаю. Принуждение меня надевать какие-то непонятные вещи себе на лицо ущемляет мои права, как человека, на достоинство личности. Прошу также и данное заявление об отводе приобщить материалам. Оглашается заявление 27 декабря 2021 года. Севелозерская сделана незамечание за то, что я без маски. Ранее мной подано заявление об отводе, в котором изложены подробные доводы по данному вопросу. По указанным в заявлении об отводе от 14 декабря 2021 года. Доводом заявляет отвод судья. На основании части 2-й статистического переговора, поскольку УПК раскидывается, я не нарушал ввиду судебного заседания себя корректно. Подсудимый, желаете еще что-либо сказать по поводу ходатайства об отводе? Хочу дополнить, пояснить возможности. Уголовно-процессуальный кодекс имеет высшую юридическую силу. Все, что может этому противоречить, оно не должно применяться. Я имею право, согласно нормам УПК, на участие в судебном заседании. Не допускать меня в судебное заседание, рассматривая уголовное дело и тому подобное, я считаю, что это заведомо неправосудные действия. У меня уже изначально складывается впечатление, что он принимает позицию той стороны, которая аналогичным образом себя вела, только не в рамках судебного заседания, а в рамках купли-продавки. При доставке распиратора, да, он стоит больше 2000, он стоит больше 2000, но тряпки, которые ничему не приводят, передающиеся из грязных рук, которые достаются из кармана, вонящих табаком и тому подобное. Я не буду одевать, и любой уважающий себя человек этого делать не будет. Понимаете? Здесь вопрос никакого-то другого момента. Все, что здесь происходит, и вообще здесь я нахожусь только из-за того, что я не одеваю этот намордник. Потому что я это делаю не только в свою защиту, в защиту других людей, которые делают то же самое. Понимаете? Да, я не побоюсь сказать, что я на данный момент занимался до сегодняшнего момента общественной деятельностью. Люди ко мне обращаются со слезами, звонят в телефон, плачут, говорят, выкидывают из троллейбуса, отказывают принимать оплаву или товары продавать. Это все, естественно, у людей копится, это все добру мне не приводит. Поэтому люди ко мне обращаются, я хожу в магазины, говорю о том, что с руководством беседуют. Очень до многих мне удалось достучаться, очень до многих. Магазины действий, ну то есть все вот эти магазины, единственные от магазина кей пошли на какой-то непонятный принцип. Никто ж не отказывается. Ну, предоставьте вы нормальные средства индивидуальной защиты, где будет написано, что средства индивидуальной защиты, они есть. Да, есть специальные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ну, вы поймите, я не могу себе позволить, тем более находясь в изоляторе, сейчас с чем-то здесь находиться и этим пользоваться. А если вы хотите на меня, условно говоря, надеть это, принудить меня, то я готов, хорошо, я одену, если вам всем легче от этого станет, я одену, но не тряпку. Надену респиратор, давайте мне респиратор, в котором есть... Посудимый, давайте к вопросу об отводе вернемся, вы отвлекаетесь. Я считаю, что вот это существенное обстоятельство, когда человека пытаются принудить тому, что не предусмотрено законодательством, это не предусмотрено законодательством. Владимир Владимирович, вы меня слушаете, вопрос у кого в отводе, пожалуйста, вернитесь. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством все кондатайства разрешаются последовательно, то есть никто в месяц. Да, и все последний, последний довод. Поэтому, нет, вы можете в обосновании доводов об отводе сказать все, что вы считаете нужным. Поэтому давайте вот по отводу сначала. Да, последний довод, который я заявил в дополнении к заявлению об отводе. Здесь я как бы ссылаюсь на то, что все-таки какая-то должна быть размерность тех действий, которые направлены в сторону обвиняемого, подозреваемого, неважно. То есть, ну как-то нужно все-таки оценивать. Если человек никогда не совершал никаких преступлений, если у него есть такие обстоятельства, как деньги и прочие вещи, да и в принципе сама ситуация, по которой его закрыли в СИЗО, следственный изолятор, говорит о том, что ну нету оснований, ну сделайте, я не знаю, там домашний арест, ну сделайте, да все что угодно сделайте, ну не решайте семью, возможности общаться. Ну просто я понимаю, что на меня сейчас оказывается жесткое психологическое давление. Это любой понимает. Это любой понимает, что во мне хотят права послушности. Я вот это слово как бы запомнил, это для меня, я не знаю, напишу и буду говорить. Во мне хотели правопослушность добиться путем надевания на меня намордника. Для меня это дико, понимаете, когда я прихожу в суд в надежде за то, чтобы защитить свои права, права тех людей, которые точно так же на меня смотрят и надеются, что на моем примере суд вынесет законные обоснованные решения. А сейчас я что вижу? Что публично, не публично, всех, кто смотрит всю эту ситуацию, они видят, что меня просто прессуют, чтобы потом, ну, остальные боялись поднять глаза, сказать нет, чтобы они одевали там, скажут, извиняюсь за ворону, там какие-то, ну, трусы на голову водить, они будут одевать. Я это так расцениваю. Вопрос об отводе, мы не рассматриваем сейчас вопрос о мере пресечения. Прошу прощения, эмоционально перехожу я все равно в эту тему, как ни к руке, видимо, в процессе я буду часто сюда переходить, потому что это больная тема не только для меня. Удовлетворение заявлений Мамы Владимира Владимировича об отводе писать, что судей Белозерской отказать. Прошу садиться. Подсудили, я вам повторно предлагаю надеть маску. Я вам довожу пункт 2.6 правил. Вы указывали неоднократно, что вы знакомились с этими правилами, пребывания посетителей в Октябрьском суде, они утверждены приказом председателя суда. Вам об этом тоже известно. И из содержания следует, что лица присутствующие, в том числе в зале судебного заседания, должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, среди прочих, перечисленной маской. И соблюдать дистанцию, соответственно, 1,5 метра. Я вам предлагаю все-таки надеть маску в судебном заседании, как вы видите, мы все находимся в масках, согласно данным правилам. Я вам что-то сказать? Я вам предлагаю, желаете, не желаете? Я вам предлагаю надеть маску. Хорошо, я еще раз повторюсь. Значит, я считаю, что в данный момент вы меня принуждаете надеть то, что вопреки моему я грязную тряпку на лицо девать не буду. Вы можете ее называть маской, средством индивидуальной защиты, и тому подобное. На данный момент вы мне ничего не предложили, я не могу надеть то, чего нет. Но заранее... Вы можете предложить маску простую, такую же... Но заранее я сразу говорю, что если вот это вот то, что я вижу в пакетике лежит, в общей кучке, я не одену, потому что я не знаю, чем там побрызгана, из чего она состоит, и я не собираюсь быть клоуном в суде. То есть вы отказываетесь выполнять правила, да, пребывания послужителей в октябрьском районном суде, правильно? Ваша честь, вы неправильно меня помните. Я попытаюсь еще раз повторить. Я не отказываюсь надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания при их непредоставлении. Я даже вам пояснил, какие средства индивидуальной защиты я готов надеть в письменном виде. Вы это зачитали, я неоднократно об этом говорил. Но какие-либо маски, другие предметы налицо под видом средств индивидуальной защиты я одевать не буду. Но я не отказываюсь надеть средства индивидуальной защиты. Даже назвал это средство защиты называется респиратор. В определенной степени защита. Давайте я перефразирую свой вопрос. А маску, которую вам может предоставить суд? То есть это то, что маски... Маски и фишеские в аптеке. Да, то, что я вижу сдалека, я вижу, что не знаю, аудиозапись, надеюсь, ведется, что несколько масок находятся в целлофановом пакетике, предположительно, гигиенические, может там еще какие-то. Я их одевать не буду. Потому что это не является средством индивидуальной защиты органов дыхания от вирусов. Они не имеют индивидуальной упаковки, они не стерильные. Кто для меня их трогал, может быть, одевал и тому подобное, я не знаю. И просто так их носить в себе на подбородке я не хочу. Я себя уважаю. Я вам разъясняю и разъясняю положение статьи 258 главно-фрациального кодекса, что при нарушении порядка подсудебного заседания не подчинение распоряжения председательствующего, а вы можете быть удалены из зала судебного заседания до окончания премьерной сторон. При этом подсудимому предоставляется право на последнее слово. Приговор в данном случае провозглашается в присутствии подсудимого или объявляется ему под расписку после провозглашения. Вам это понятно? Я могу отвечать? Вам понятно или непонятно? Конечно, я же вам скажу. Ваша честь, вы меня отмогуете? Я задала вам вопрос, понятно ли вам изменение положения? Непонятно. Каким образом обеспечивается моё участие в судебном заседании? Суду вопросы мне задаются. Я вас спросила, вы мне спросили, нет, непонятно. Непонятно. Ну почему непонятно? Какие-то слова непонятные? Я объясню смысл и значение. Да, объясните мне, пожалуйста. Давайте я вам зачитаю сейчас. Давайте я вам объясню. При нарушении порядка в судебном заседании, в том числе невыполнении требований правил пребывания посетителей в Октябрьском районном суде, распоряжением председательствующего. Подсудимый может быть удалён из зала судебного заседания до окончания премии старого. При этом ему предоставляется право на последнее слово, приговор в данном случае провозглашается в его присутствии или объявляется незамедлительно под расписку после провозглашения. Я вас не спрашиваю ни про маски, ни про респираторы. Я просто спрашиваю, понятно ли смысл сказанной, но что я вам разъяснила положение уголовного специального расхода. Я исхожу из того, Ваша честь, я исхожу из того, что есть статья 247 УБК, которая сказана, что судебное разбирательство уголовного дела производится при обязательном участии. Пожалуйста, вы можете обеспечить участие в телеконференции, как угодно. Не отбирайте у меня право, конституционное право на защиту. Вы мне сейчас что, угрожаете, что вы меня выгоните? Зачем это вы делаете? Я вам привел конкретные нормы УБК. Никакой приказ председателя данного суда, другого суда, для меня не является нормативно-правовым актом. Понимаете? В рамках УБК я регламент не нарушаю. Вы мне дали слово, я говорю, я веду себя уважительно. Не надо ставить в зависимость мою жизнь, свободу и тому подобное от этого намордника. Именно это я сюда пришел защищать. Понимаете? И пытаюсь сколько времени защитить. А вы мне сейчас, варя в глаза, говорите, что нет у меня права на жизнь, на свободу и прочее. Потому что у меня нету намордника. Я надеюсь, что вы сейчас, может быть, меня услышали, потому что я уже неоднократно просил, не надо мне задавать этот вопрос. Я свою позицию очень четко выразил уже свою. Средства индивидуальной защиты я одену. А маску клоуна я одевать не буду. И носить ее не собираюсь. Ни на подбородке, ни как угодно. Понятно. Суд объявляет предупреждение подсудимым. За нарушение порядка в судебном заседании, непочинение распоряжения председательствующего. Давайте я еще раз повесню, что пункт 2.6 правил пребывания посетителей Октябрьского районного судья города Мурганска, утвержденным приказом председателя Октябрьского районного суда города Мурска 21 января 2018 года предусматривает, что при нахождении в зале суда и в здании суда и его кончения лица, участвующие в судебном процессе должны использовать средства интуальной защиты маски и респираторы. А также соблюдать дистанцию полтора метра. Я вам повторно разъясняю положение статьи 258 уголовно-какционного кодекса, что при невыполнении распоряжений председательствующих нарушение порядка в судебном заседании подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания премии старого. При этом ему предоставляется право на последнее слово. Приговор в данном случае провозглашается в его присутствии или объявляется ему незамедлительно под расписку после провозглашения. Поскольку вы неоднократно говорите, что вам данные требования непонятны, суд объявляет перерыв в судебном заседании 10 минут. Не желаете надеть маску? Подсудимый, я вам повторно разъясняю правила пребывания в суде, что лица, участвующие в судебном заседании должны надеть средства защиты органов дыхания в том числе в виде маски. Еще раз предлагаю его надеть. Я так понимаю, предоставить? Мое мнение не изменилось. Вам положение ст. 258 Уголовно-працентального кодекса понятно? То есть правило распространяется на всех участников судебного разбирательства. В соответствии с ст. 258 Уголовно-працентального кодекса при нарушении порядка неподчинения распоряжениям председательствующего. Подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания принестора. При этом ему предоставляется право на последнее слово, приговор в данном случае провозглашается в присутствии или объявляется ему незамедлительно под расписку после провозглашения. Я вам это уже разъяснял. Разъясняю вам, что в соответствии с нормами закона уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено проведение судебного заседания и участие подсудимого при рассмотрении судом первой инстанции уголовного дела посредством видеоконференц-связи. Я вам предлагаю еще раз надеть масочку. Маску я могу вам предоставить. Ваша честь, я себя уважаю, я считаю лишним, мне 10 раз надо тоже повторять. Если вы считаете, что вы имеете право меня удалить и распорить мое дело, мое отсутствие, значит так делайте. Я свою позицию не изменю ни при каких обстоятельствах. Давайте я еще раз объявлю перерыв 5 минут. Защита, пожалуйста. Чисточу обратить внимание на следующий момент. Чисто ссылается на статью 258-ю пункт 3. Посудимый может быть удален, писал, судебное заседание по окончании от окончания. Не на что не ссылается пока? Мне разъясняли вот такую норму право. Я считаю, что понятие может, обязан, еще что-то, понятно, что это усмотрение на усмотрение судить. Считаю, что не актуально вообще этот вопрос рассматривать, даже с каких соображений. Находясь в следственном изоляторе длительное время. То есть я там, ну как это называется, карантин, не карантин и тому подобное. Все. То есть я не болею ничем. То есть если с точки зрения рассматривать, что я могу там кого-то заразить, потому что вы огласили именно в связи с пандемией необъявленной и тому подобное. Опять же, я повторюсь, я же не отказываюсь от средств индивидуальной защиты. Пожалуйста, суд вам может предоставить маску. Маски в наличии. Средствами индивидуальной защиты. Видим маски. Ну, вот я говорю, что это не средства индивидуальной защиты. Вы понимаете, да, что нахождение без маски, но для вас опасно даже. Вы можете заразиться. Я, как бы, в прошлом судебном заседании здесь повторюсь, что не надо за меня переживать. Когда мне посадили в средственный изолятор в те условия, которые посадили и не оказывали мне медицинскую помощь, вот это надо переживать. Вы понимаете, что для вас это опасно, для участников процесса. Посмотрите, я сижу в маске, обвинение седает маска, защитник сидит в маске, потерпевший. Все это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность всех. Ваша честь, я вот то, что вы говорите, наблюдаю уже скоро был как два года. Кто как носит маски, кто как их одевает, кто как сидит с ними. Понимаете, я в этом мероприятии участвую давно. То есть, есть судебное заседание, мне рассказывают, я, конечно, его присутствовал, рассказывают, я вообще как в маске был. Я даже ничего не сказал. Я им верю, потому что то же самое было у меня в других судебных заседаниях. Я не понимаю принципиальный этот вопрос. Вы хотите лишить меня права на защиту? Давайте, я не знаю, я отойду в тот угол. Давайте сделаем видеоконференцию. Думаю, есть такая возможность. Обеспечьте состязательность и мое участие в судебном заседании. Я уж не знаю, участие в разбирательстве. Понятно, что, может быть, я буду находиться немножко в другом месте. Обеспечьте, сделайте так, чтобы я мог реализовать свое право на судебную защиту путем самозащиты. У меня есть что сказать в судебном заседании. У меня есть вопросы свидетелям, подозреваемым есть вопросы, у меня будут заявления о совершении ими преступления, заточу ложных показаний, задаем заведомо ложный донос. Я хочу это произнести. Я понимаю, что сейчас делается все, чтобы я этого не смог сделать. Я понимаю, почему. Я еще раз повторяю, я ни в чем не виновен. Я никакого преступления не совершал. И доказательство материала дела, в которых нет ничего, кроме моих объяснений и моих видеозаписей, которые я предоставил, и которые в принципе свидетели подтверждают, что в моих действиях нет состава преступления, ни умысла на течение, ни события, если по второму эпизоду говорить. Ничего этого нет. Для того, чтобы сделать какой-то вывод, достаточно 15 минут первый эпизод ролик посмотреть, и 15 минут второй ролик посмотреть, там 30 минут подлиннее чуть-чуть. Непрерывные видеозаписи по первому эпизоду с двух источников предоставлены. Дайте мне возможность поучаствовать в судебном заседании и заявить то, что я хочу. Я хочу, чтобы Козлов, чтобы вы увидели Козлова, его физические данные и мои физические данные, и посмотрели видео, кто, кого, чего, как делает. И у меня будет заявление, соответственно, о возбуждении в отношении Козлова заведомоложный донос за то, обвиняет меня в совершении тяжкого преступления, то есть по части 2 161 статьи. Он обвиняет меня в преступлении. Я уж не знаю, по какой причине его признали потерпевшим, потому что он не собственник имущества, в котором якобы меня подозревают и обвиняют, что я украл или похитил. Я вам предлагаю надеть маску в судебных заседаниях. Я понимаю, таковы требования законодательства и правил утвержденных председателем судов. Я не могу. Они распространяются на всех участников судебных. Давайте я вам объясню еще с другой точки извини, почему я не могу. Для меня это дело принципиально. Понимаете? На меня смотрят люди. Все, что я сделал и сюда и попал, я вам скажу так. Отчасти умышленно сюда попал. Как я в свое время просил возбудить на меня административное дело по 20.6.1, так же, условно говоря, я и уговорился возбудить против меня уголовное дело. Да, я, может быть, немножко не рассчитал. Не просчитал, чтобы мне выберут запрет определенных действий, что вот это так мне будут прессовать. Не ожидал, потому что я хотел через суд, через вас, в вашу честь, через вас показать, что что на стране творится, что нельзя отказывать людям в приобретении продуктов первой необходимости, если у них по какой-то причине нету маски. Не следствия защиты. Я сейчас говорю, что мы сейчас будем говорить о маске и следствия защиты. Такого вообще не существует у нас. у нас врачи только носят средства защиты, когда на вызовы приезжают, у них распираторы видно. А вот это все плавнадо, когда на кассе стоят с маской опущенные подбородки, их обслуживают. Более того, я вам скажу, я многие видео не предоставлял, я в интернете не выкладывал, но у меня есть видео по окей, где тот же самый кассир меня обслуживает, без маски, я без маски, обслуживает. А потом он меня не обслуживает. Потом опять обслуживает. Свидетель, который будет допрашиваться, точно так же даст показания, что то нас обслуживают в маске, то не обслуживают без маски. Понимаете? Это на усмотрение получается какого-то человека. Ребезова вообще сказала, говорит, мне, как говорится, я, говорит, о том, что нельзя без маски обслуживать, в троллейбусе узнала, когда ее из троллейбуса кондукторы выгнали за то, что она дома забыла маску. Понимаете? Вы немножко сейчас не о том. Я вам показала на не маску и довести до суда свою позицию. Почему вы отказываете? Я поясню. Вы смотрите, многие блогеры, многие активисты обращаются в суд, пытаются что-то доказать. Я смотрю их ролики, где-то выводы делаю для себя. С кем-то общаюсь. Но я им говорю, ребята, вы пришли в суд, защищать свое право не носить маску и одевайте маску. В чем ваше... Вы уже проиграли, когда приходите в суд в маске. Понимаете? Для меня этот вопрос принципиальный и не только для меня. Я не могу. Понимаете? Нет? Деван Владимирович, немножко не туда. Мы не рассматриваем вопросы масок. Мы рассматриваем уголовное дело. и существуют требования законодательства. Поэтому я вам предлагаю надеть маску. Ваша честь... Не о масках идет речь, не о средствах защиты. Я вас призываю соблюдать требования закона при рассмотрении уголовного дела. Ваша честь, еще раз повторюсь. 8. Прим. 1. Говорит о том, что суд руководствуется только конституции и федеральным законам. С учетом статьи 7 УПК. Все остальные федеральные законы, другие подзаконные акты, противоречащие УПК, не применяются. Понимаете? Вот наш кит, который существует. Вы говорите, я какой-то закон нарушаю. Я открываю 257 регламент судебного заседания. Я много чего открываю, там много раскида на моих прав и обязанностей. Я ничего не нарушаю. Абсолютно ничего не нарушаю. То есть маску нарезу отказываются? Я сейчас закончу. Более того, не надо, на мой взгляд, утерировать до такой степени, что если председательствующему суде дано право требовать что-то, то он может безграниченно этим правом требовать. Я считаю, что участники процесса все равно имеют право отказаться выполнять какое-то требование председательствующего. судить. Но если по их каким-то этическим нормам это выходит за пределы. Понимаете? Но если извиняюсь за выражение скажете снять штаны, но я же не буду этого делать. Но с другой стороны это не выполнение вашего распоряжения. Оцените пожалуйста желание надеть на меня на маску буду называть маска ненамотника и снять штаны как равнозначно. я могу отойти на нужные расстояния я могу участвовать в другом кабинете конференции я могу одеть средства защиты защиты понимаете чтобы потом когда меня люди будут спрашивать они будут спрашивать я буду рассказывать как проходил суд потому что люди ждут этого этого события потому что им всем интересно знать что будет они должны знать что да государство меня обеспечило средствами индивидуальной защиты и в суде мне предоставили я уже не говорю вопрос о том что кто уполномочил предоставлять судебных приставов или судей еще кого-то предоставить эти средства но сам факт что мне их дали и потребовали одеть естественно я одел а когда мне говорят одеть вот это вот то что не является следственной защитой потому что это в законе правиль присаживайтесь суд объявляет замечание подсудимого за невыполнение требований председательства еще нарушение порядка в судебном заседании за категорический отказ соблюдать установленные законом нормы использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания судебного заседания в связи с этим ставлю на обсуждение вопрос об участии подсудимого судебного заседания ваша честь я не знаю какое принятие решение но в любом случае мне не стыдно за него суд постановил с учетом мнений участников судебного разбирательства соответствующий ч. 3 ст. 258 Уголовно-працентуального кодекса Российской Федерации удалить подсудимого Владимира Владимировича из зала судебного заседания за нарушение порядка в судебном заседании и подчинение распоряжения председательства с учетом количества и характера допущенных нарушений категорического отказа подсудимого соблюдать порядок судебного заседания использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания удалить его из зала судебного заседания до окончания принес Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, я покупаю творог. У меня нет маски, я не ношу маску. Вы отказываетесь принять без маски оплату? Да, вот мы его уже, по-моему, тогда, правильно? Да, вот мы его уже, по-моему, тогда, правильно? Да, вот мы, я в продавец просто наше товарик, потому что у нас, да, не будет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто вам это сказал? Сошлитесь на нормативный документ, который вам запрещает обслуживать без маски Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok